В лекции «Точность действий всеобщего спасения» Григорий Петрович говорит о том, что отдаленные системы событий всегда статичны для человека. Григорий Петрович говорит о том, что отдаленные системы событий всегда статичны для человека. Можно скинуть лекцию мне сюда в чат, если мы ее сегодня применять будем? Или одно предложение искать? Окей, окей, супер, супер. Нет, нет, тогда не надо. И мы сразу с вами воспринимаем отдаленные системы событий, которые просто есть и которые никак не изменны. Это то будущее, которое нельзя изменить никаким прошлым. Вечная жизнь, всеобщее воскрешение. Мы начинаем с вами в оптике воспринимать эту систему будущего. Когда мы настраиваемся на прибор развития концентрации вечной жизни по Иркати, мы его воспринимаем связанным со структурой вечной жизни. Мы его воспринимаем связанным со структурой вечной жизни. События всегда статичны для человека. Статичны, значит, они и есть, и это неизменно. And the remotely located systems or events, they are always static, they are unchangeable. Мы с вами настраиваемся на это будущее, где все вопросы развития мира и человечества, вопросы личного развития, все уже бесконечно хорошо решено. So we tune into the control where in the future all the events harmoniously happened that we have worked on as planned and all the developments have been going harmoniously. Это выглядит как музыка души, как сияние души, сияющие радостью в бесконечности. It looks like music of the soul, which is glowing in the infinity. Если мы вспомним с вами упражнения на каждый день месяца. If we remember the exercises for the everyday of the month. Григорий Петрович говорит, что если мы воспримем бесконечно удаленный участок сознания, в приближенном, мы получим то духовное состояние, в котором просто настрой на добро, на созидание так и выстроит реальность. Ещё раз, что если мы приблизим отдалённые события. Если мы отдалённый участок сознания воспримем в приближенном участке сознания. А, Григорий Петрович says, if we, the far remotely located part of our consciousness, bring it close to us. Мы получим то духовное состояние. В котором просто настрой на добро, на созидание, на какую-то позитивную реальность, здоровой, счастливой жизни, так её и выстроит. Окей, а кто это выстроит? Сознание или что? Это управление реальностью, да? Вот метод управления. Воспринять отдалённые участки сознания в приближенном. Да, это я поняла. А что? Тогда мы получим духовное состояние, при котором настрой на хорошее развитие реализует хорошее развитие. Воспринять отдалённые участки сознания. This kind of positioning of remote, part of remote consciousness will bring the goal into reality. Когда мы отдалённые системы событий, которые точно знаем, да, вот будет всё бесконечно хорошо, но мы очень чётко воспринимаем прямо здесь и сейчас, как решённый вопрос. Человек воскрешён, человек здоров. Когда мы воспринимаем воскрешение. Воскрешение людей, вечную счастливую жизнь, что это наша реальность. Мы её как бы отдалённую систему, но мы её воспринимаем в текущем, как приближенную систему. Когда эта музыка всеобщего счастья, которая звучит в бесконечном отдалении, она одновременно звучит и внутри нас. Отдалённые системы событий всегда статичны для человека. Получается, человек может не умирать, потому что будущее события всегда имеют в очень глубоком статусе души. Окей, сейчас мы уже что, фундаментальные законы читаем или что? Нет, нет. Вот опять, отдалённые системы событий всегда статичны для человека. Получается, человек может не умирать, потому что будущее события, очень отдалённые, но которые очень статичны, всегда имеют внутри себя в очень глубоком статусе души. Какое бы ни было отдалённое будущее, оно всегда в нас. Продолжение следует... So, this means faraway location, first of all, it is static, so it cannot be changed. Secondly, regardless of how far away it is located, it is always inside of us. Therefore, as we said, a faraway located event, which we can imagine, or it is goal of our control, like an eternally living person, somebody, for example, and this actually also exists inside of us. So, faraway located events, they are always inside of us, so they are always static, and we can always perceive them in our soul. Всегда мы можем видеть, например, сферу спасённый мир, мы всегда можем видеть внутри себя, и всегда можем как бы... Вот технологию, если мы вспомним, да, между желудком и кишечником спасённый мир и через эту сферу, например, на пятки смотреть, выводить на... ну, продавливать на пятки, выводить на большие пальцы ног и зафиксировать ступнями, да, эту реальность уже во внешней реальности. Спасённый мир, который внутри нас, и зафиксировать его, мы на нём стоим. Это спасённый мир, мы его откуда берём? А вот эти системы, бесконечные, отдалённые события будущего, да, которые сияют вечно в бесконечности, они сияют внутри нас, в глубоком статусе нашей души. Мы технологически, помнишь, когда выявляли внутри тела, сферу спасённый мир, ну, это та же вибрация, тут, ну, то же, что и в бесконечности, одновременно, одинаково сразу, это и внутри нас, да, Денька, понял? Отдалённый элемент в максимально приближенном, внутри нас, в теле. Мы когда это чувствовали, мы потом смотрим через эту сферу на пятки, а потом из пяток идём на указатель на большие пальцы ног, и мы фиксируем ступнями ног, что мы стоим на этой реальности, которая, казалось бы, в бесконечности сияет, но она и внутри нас, тело как бы переводит. И ещё можно сделать переток с правой на левую, да, помнишь по формуле здоровья? М-м-м. М-м. 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 So, we said that statically, like, static-fix, faraway events, they are inside of us, and to fix this reality, this positioning that this eternity is inside of us, we can fix it with the next action. We need to identify the sphere between the stomach and the intestines, and this sphere, when we see it's glowing from through that sphere, we need to look into our heels. It's like you're looking inside of your body through this sphere, like through prism. You look into your heels, and then from your heels, you look into your toes. And then when you do so, you need to fix that you are standing solidly on this reality. Получается, что человек может не умирать, потому что будущее событие всегда имеет внутри себя в очень глубоком статусе души. и мы же технологию дали делаем, И это значит, что человек не может умирать, что-то непонятно, он может не умирать, потому что этот статус души не умирает. Потому что будущее событие, вот эти бесконечно удалённые, какие бы отдалённые ни были, всегда внутри него в очень глубоком статусе души. И мы же технологию дали делаем, мы же раскрываем эти события, мы же их реализуем, которые бесконечно удалённые, но мы сейчас их раскрываем, правильно? А душа бесконечна? В ней хоть какое бесконечно удалённое будущее, но оно внутри нас. And the soul is infinite, and no matter what kind of infinite future we're talking about, it is inside of us. Ну, даёт вечное развитие, как действие души. And the soul gives eternal development as it represents action of a soul. Sorry, spirit. Spirit gives this action because it's performing on behalf of a soul because action of a soul, it's work of spirit. Spirit gives this action of a soul. 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 Продолжение следует...